Всем привет! Вы сегодня на канале Morgan Games и в этом видео я начну рассказывать вам об еще одной стороне своей деятельности. В общем, я уже где-то около двух с половиной лет, может даже три собираю комиксы. Комиксы я собираю самые разнообразные и в этом видео я покажу именно какие я собираю, что у меня за коллекция. Уже скопилось за все это долгое, я бы сказал, время, за этот срок, что я собираю их. Расскажу вкратце, почему я начал это делать и что я планирую покупать дальше, что я планирую собирать. Давайте начнем, наверное, с того, почему я вообще этим занимаюсь. Я люблю творчество рисования комиксов вообще с детства. Я в детстве их даже сам пытался как-то рисовать. У меня так получалось, потому что я еще был малым тогда. У меня получалось не особо красиво, но мне нравилось тогда, что я делаю. Я покупал, помню, еще когда стоили копейки, стоили тетрадки разные такие, в клеточку там. Стоили тупо копеек 50, рубль, наверное, стоили. В тем временах я бегал постоянно в магазин за этими тетрадками и там рисовал. У меня было нарисовано выпусков 6, наверное, даже, может, чуть больше, может, 10 даже разных комиксов. Я рисовал про черепашек-ниндзя, рисовал что-то еще, короче, про Человека-паука рисовал. Мне нравилось их читать. Еще с детства люблю смотреть всякие мультики про супергероику. Я, наверное, супергеройский, типа, задрот этой всей тематики. Любил Марвелы очень сильно в детстве. Сейчас я больше люблю DC, супергероику, но Марвелы тоже как бы в моем сердце, поэтому я собираю и DC, и Марвел, и не только. И начнем еще с того, что когда у меня впервые увидел, я в городе появился на прилавке в магазине книжном комикс про Людей Икс. Еще на тот момент это была перезагруженная вселенная Марвел. Называется она Ultimate, Ultimate, точнее, Марвел. Это как бы вселенная Марвел не та оригинальная, которую мы знаем там 60-х годов. А перезапуск, типа, это совершенно другая земля, где, типа, решили перерассказать историю про этих всех супергероев Марвел, но уже для современного, типа, поколения. И как бы я тогда заинтересовался, думаю, Люди Икс, это классно. Я тогда еще любил мультик, шел у нас по Jetix, мультик Люди Икс, кто знает, старенький такой 90-х годов. И я вот этот комикс увидел, все, говорю, купите мне, купите, я еще там малым был. И мне, типа, родители купили его, и я стал читать, мне так понравилось. Была очень классная рисовка. По-моему, Адам Куберт там рисовал. Автором был Брайан Майкл Бендис, если я не ошибаюсь. Самый такой известный один из авторов комиксов по Марвелам, по DC, да и не только. И я прочитал, и мне захотелось еще и еще, и я покупал Люди Икс. Потом, хопа, на прилавке появился Человек-паук. Я такой, бля, надо его купить тоже, короче. И пошло-поехало. И вот, вот здесь у меня, если что, те комиксы, которые я тогда собирал. Это, наверное, мой первый самый комикс про этих Людей Икс. Вот такой он. Уже, смотри, пошарпены немножко. Ultimate Икс Мэн, потому что Ultimate Вселенная Марвел. И год это был 2001. Это, прикиньте, сколько времени уже прошло, короче. 2001 год. А авторы... А, нет, сценарий не Бендис, а сценарий Марка Миллера. Карандаш, да, я помню, что Адам Куберт рисовал. И вот, типа, тут уже сразу, типа, оказывается и стражи, типа, летят мутантов пиздить, короче. И вся эта тематика. Тут еще были всякие тогда рекламы, типа Steamroll, видишь? Типа, жвачки популярные эти же были. Вся фигня. Тут эта мисс Марвел, как я там... Джина Грей. Она такая короткостриженная в Ultimate Вселенной была. Ну, прям тут сиськи тебе и это. Я тогда еще малым пацаном был, но уже понимал в этом деле. Поэтому у меня очень интересно. Ну, и не только поэтому, а потому что еще и сюжет крутой, типа. И тут самый главный враг их не был, этот Магнета. Они там с Магнета дрались на протяжении 7 выпусков. У меня эти все выпусков 7 есть. Вот это вот они все у меня тут под одной этой упаковкой. Раз, два, три. Про Самаху было его происхождение. Четыре, пять, шесть и семь. Тут они Магнета в конце дали пизды. Вот. И как бы... Тут он стражей, типа, настроил против людей, короче, против мутантов. Типа, взял их под контроль. Еще были кроссворды всякие. Если ты внимательно, типа, читал предыдущий номер, то там задавались вопросы по этому номеру. И ты должен был, типа, отгадать. Там, типа... Вот. И Эверсомаха дал пизды Магнета, короче. И, в общем, тут было довольно прикольно все. И вот эти вот 7 выпуски, это просто... Они для меня прям не знали-то. Это все. И они у меня лежат. Я их не хочу даже продавать. Вот. И все жду, когда же, наконец-то, одно издательство, которое сейчас у меня... Задиак есть издательство. Оно выпускает именно коллекционки по Ultimate Вселенной. Оно взяло себе... Выкупило права на Ultimate Вселенную. И сейчас оно издало уже много комиксов по Спайдермену. И их планирует, вроде как, в этом году уже Людей Икс издавать вот этих вот. То есть под такими толстыми книжками будут эти вот 7 номера. Так я жду, не дождусь, когда они это сделают. Я, сука, вот эти вот книжки, вот эти вот журнальчики не продам, потому что это просто, блин. Дальше я, естественно, собирал Спайдермена. Вот у меня тут про Человека-паука много комиксов. Вот. Ну, тебе показывать не имеет смысла, потому что их слишком дохвена. Они все такие тоненькие, типа журнальчики. Вот такого плана. Их у меня много. Помню, что был период, я начал покупать Человека-паука, купил 6 первых номеров, после чего почему-то у нас перестали продавать. И где-то через 2 года буквально я случайно заметил в продуктовом магазине, в газетный стенд. И там, типа, были эти комиксы уже через 2 года. Это уже были, наверное, выпуски там 40-е, 50-е. Я пропустил дохуя уже туда. И думаю, ну ладно, куплю. И стал покупать их. Потом стали часто у нас выпускать почему-то, не знаю. Я покупал их. У меня до сих пор лежат. Немножко покупал четверку фантастическую. Вот такое. Есть у меня даже немножко про Бэтмена, но они какие-то непонятные 2 комикса. Я не знаю вообще, о чем тут и как. Типа, что-то там какая-то история про Бэтмена. Тоже очень давно ее брал. В подземном переходе, помню, тоже у нас был такой книжный лоток. Я взял 2 номера про Бэтмена. Они не закончены. Эта история тупо не закончена. И я, короче, просто она у меня лежит. Потому что, потому что лежит. Ну и там дальше у меня что? Еще Люди Икс немножко есть. Вот такое. В основном это Паук и Люди Икс у меня здесь в этой коллекции. А теперь уже перейдем к тому, что я стал собирать буквально 2,5 года назад. Сейчас покажу вам по полкам, покажу, что у меня стоит. Кратко я немножко расскажу про это все. Поехали. Перейдем пока к стенду, к полкам с теми комиксами, которые я уже начал собирать 2,5 года назад. И начнем с того, что я начал собирать в первую очередь. Это были комиксы по DC. Я хотел собрать DC коллекцию. Там как раз издательство Азбука начало выпускать книги по вселенной Нью-52. Нью-52 это перезапуск DC вселенной. Там вышло 52 разные серии комиксов про разных персонажей. И Азбука, оно издало эти Нью-52, но не про всех, а про самых таких интересных. И вот оно издало про коллекцию про Бэтмена. Вот у меня здесь есть даже значок такой. Но это значок с футболки Бэтмена решил все сохранить. Еще прикольно у Азбуки то, что у этого издательства, когда они тебе вкладывают заказ, они тебе вкладывают такие вот закладки. Это про Железный Человек, Капитан Америка. Этот, как его, Аквамен, Чудо-женщина. Это типа Ви, Вендетта. И вот это вот, по-моему, то ли Хранители, то ли я, честно говоря, не припомню, что это такое. Халк и Росомаха, по-моему, здесь, да. Росомаха. Черепашки. Шреддер. Это типа у меня такая была закладка Флэша, но не Азбуковская. Я не помню, когда мне попало. Честно говоря, неважно. Тут у меня есть немного синглов. Синглы, это типа, кто не знает, это типа обычные журнальчики, вот как те, что я показывал. Синглы там, тут тоже вот про Бэтмена, детектив комикс, у меня есть такой сингл. Синглы Робиос Титаны. Тут они, получается, двухсторонники. Получается, здесь с одной стороны Титаны, с другой стороны Красный Колпак и Изгои. И их надо читать так, что типа половина комикса это Титан, и ты его типа читаешь. Потом дочитываешь до конца, до половины, переворачиваешь на другую сторону, и с той стороны читаешь Красного Колпака. Дальше у меня тоже детектив комикс. В основном у меня тут все детектив комикс про Бэтмена. Там всякие разные его расследования. Тут Бэтмен. Есть предыстория Дарксайда. Дарксайда, кто не знает, это главный, один из играл главных врагов в Лиге Справедливости. Типа он типа полубог, там что-то такое. И это как бы его сравнивают с Марвеловским Таносом в основном. Тут типа его история, как он таким стал. Он там, оказывается, он был сыном какого-то там фермера, типа, оказывается. И потом он сделал мне несколько ужасных вещей, убил каких-то богов, которым эти фермеры поклонялись. И типа сам стал богом. Бэтмен Баркхем, это тоже Бэтмен. Детектив комикс в основном все. Вот такие типа символы, небольшие. Потом дальше, наверное, с ними отсюда. И чуть поближе, наверное, к самим этим полкам буду показывать. У меня есть Бэтмен Суд Сов. Это, получается, начало этой истории Бэтмен Ю-52. Бэтмен Суд Сов. Довольно прикольный рисунок. Тут автор всей этой серии Скотт Снайдер рисует Грег Капула. Вот такие интересные рисунки. Вот такого плана. Тут типа про Суд Сов. У меня две части, получается. Первая и вторая. Вот, как-то так. Потом идет Бэтмен. Третья книга, это Смерть семьи. Тут про Джокера, когда он, получается, срезал себе лицо. Или ему там кто-то срезал. И он с этим лицом ходил, пытался уничтожить Бэтмена и всех его приспешников. Дальше Бэтмен книга 4, нулевой год. И книга 5, это тоже нулевой год, только вторая часть. Тут про то, как Бэтмен еще только-только вернулся в Готэм, когда он уже прошел обучение Лиги Убийц и стал уже непосредственно Бэтменом. И что происходило в эти его первые годы, когда он только стал супергероем? Там про Загадочника. В основном там Загадочник. Пытался отключить все электричество в Готэме, что-то такое-то типа. Про Бэтмена у меня еще есть комикс, но я его поставил на другую пока что. Полку потом покажу. Дальше есть такой вот экшн-комикс про Супермена. Их всего три штуки по тазбуке. Это Гранд Моррисон, автор Рекс Моралес, художник. Ну, такой прикольный, конечно, комикс. Как бы интересный. Тут и Лекс Лютер, и Брейниак. И рассказывается кратко о том, как разрушен был Криптон. То есть фанатам Супермена тоже как бы зайдет. Дальше идет Флэш. Но Флэша пока у меня всего две книжки. Такие вот. От Фрэнсиса Монопула. Автора. И художник Брайан Бучилата. Он, возможно, на любителя рисует. Но у него какой-то вот такой вот стиль. Как-то так. И вот такой вот у него флэш получается. Ну, рисунок довольно-таки вроде как по мне так неплохой. Пока два. Их всего семь таких книг. То есть мне еще остается пять. Я пока особо не тороплюсь. Тем более азбука она издает большими тиражами. Поэтому я сильно не спешу. Плюс на это все, конечно, надо деньги. Поэтому я постепенно, потихонечку собираю. Иногда вижу там скидки. Тоже покупаю. Как бы и как получается. Дальше Аквамен. Тоже две книги из пяти. Вот. Аквамен просто классный. И я не ожидал, что именно Аквамен. Я никогда особо этим супергероем не интересовался. Но вот Джефф Джонс. Это легенда, легендарный сценарист вообще комиксов. Вот. И художник Иван Рейс. Один из моих любимых, наверное, художников. Они прям так изобразили классно. А вообще Аквамена здесь. Вот. Как-то так. Это не самые еще красивые как бы иллюстрации. Тут еще черный манта. Это один из его, кто не знает главных злодеев. Кто смотрел недавно в кинотеатрах Шол Аквамен, там тоже черный манта был. Ну, то есть рисунки довольно прикольные. Это там мера его типа возлюбленная здесь. Ну, короче, смотреть можно и смотреть на эти иллюстрации. Довольно прикольно все здесь нарисовано. Вот. Как-то так. Потом идет Лига справедливости. У меня ее много. И потом она собрана еще не вся. Остается, наверное, книги три. Тоже от Джеффа Джонса. И Джим Ли. Это, наверное, один из самых тоже легендарных художников. Его услуги, так скажем, стоят очень дорого. Его там гонорары просто бешеные. Ну, и вот можно посмотреть, посмотреть именно его рисунки вот здесь. Вот это вот Джим Ли. Просто шикарно рисует. Тут они сражались с Дарксайдом. Тут он впервые появился. Как их враг. Вот он типа... Вот он типа... То есть... Такая вот история довольно интересная. И прямо обложки классные. Довольно интересно. Довольно неплохо. Вот Джим Ли и Иван Рейс одни из моих, наверное, любимых художников вообще во вселенной комиксов. Как руковой. Потом дальше идет вторая, естественно, книга. Тоже Джим Ли рисовал. Ну, а потом в третьей художника поменяли на Ивана Рейса, что тоже, в принципе, неплохо. И почему на Ивана Рейса? Потому что третья книга, она... Ее стоит читать по хронологии после второй книги про Аквамена. Потому что тут, получается, немного события продолжаются и пересекаются с Лигой Справедливости. Вот тут, получается, брат Аквамена Орм, который тоже появлялся в фильме. Он там был один из главных злодеев. Ну, типа, Орм решил пойти, вот он. Пойти решил против людей и выпустил, типа, все морское царство, типа, наружу. И пытался, там, как бы, затопить города. И, естественно, Лига Справедливости решила ему в этом помешать. Аквамен и Орм под художеством Ивана Рейса просто четко смотрятся, как по мне. Ну, короче, книга довольно толстая. Там, после этой истории еще есть некоторые такие маленькие истории про, там, каких-то побочных персонажей Лиги Справедливости, которых, типа, не приняли в Лигу, или, там, которых приняли, но им мало времени уделяли. То есть, как бы, тоже. И что самое прикольное, вообще, в Азбуке, я забыл сказать, в конце, кроме вот таких вот обложек, в конце каждой книги идет примечание. Типа, примечание, там, например, на такой странице, там, на странице 8, появилась гепарда. Типа, вот, гепарда – это одна из главных врагов «Чудо-женщины». Вот, собственно, вот это вот она. Вот. И там, получается, рассказывается, кто такая гепарда, типа, как она вообще в комиксах появляется и так далее. Если там что-то непонятное встречаешь, то, как правило, это объясняется здесь потом. Ты, типа, смотришь и, как бы, для себя уже некоторые пробелы восполняешь в итоге. Дальше идет такой вот большой прям том, вот такой толстый, называется «Война Троицы». Тут прикольно то, что там будет какая-то девушка Пандора, которая, типа, выпустила из ящика все семь смертных грехов. И вот «Лига справедливости» объединилась там с Джоном Константином, с разными героями, злодеями и так далее, чтобы эти грехи, типа, загнать назад и Пандору тут тоже, как бы, найти. Ну, довольно такой большой выпуск. Потом «Вечное зло» тут, получается, тоже довольно интересный выпуск. Тут, получается, из другой параллельной вселенной пришла «Темная Лига справедливости», заточила нашу Лигу справедливости, где-то там в каком-то измерении, и сама, типа, взяла все под контроль. И Лекс Лютер собрал армию суперзлодеев, чтобы эту «Темную Лигу справедливости» как бы наказать. Вот он, Лекс. Создал себе свою собственную армию, вот, и, как бы, сражался с «Темной Лигой справедливости». Вот у него такой L-костюм, типа, который он обычно использовал против Супермена. Это все тоже автор Джефф Джонс. Он, походу, Лигу справедливости всю эту написал. Дальше идет три комикса «Инжастис». Это по игре «Инжастис». Там, когда параллельная вселенная, где Супермен стал злым из-за того, что Джокер убил Лорис, его жену. И, получается, Супермен убил Джокера, а после этого решил жестоко расправляться со всеми, типа, злодеями, как бы. Такой вот боги среди нас «Инжастис». Книга первая, год первый. Книга вторая, год первый. Потом год второй, книга первая. Вот. Это только все, что по ней собрал, по «Инжастису». «Инжастису». Тоже, в принципе, довольно неплохая рисовка. Вот такая вот. Довольно неплохо. Супермен борется с Синестру. Синестру – это главный враг зеленого фонаря. Ну, как-то так. Тут автор Том Тейлор. Мне, как бы, ни о чем он не говорит. Но, в принципе, написано неплохо. Дальше идет «Земля-1». «Земля-1» – это тоже, как бы, такая параллельная вселенная. Это как Marvel Ultimate вселенная. То есть, которая перерассказывает историю известных супергероев. Например, «Бэтмен. Земля-1». Книга первая, книга вторая. Джефф Джонс. Рассказчик, опять-таки, автор. И, вроде как, должна быть книга третья, но пока что ее не спешат особо издавать. Я, типа, читал, что анонсировали там. Но пока не спешат. Ну, тут такая, типа, мрачная, прям, история про Бэтмена. Вот. В первой книге у него главный враг – пингвин. И его там мафия. Во второй книге – загадочник. Довольно интересно. И тут загадочника не показывают вообще на протяжении всей книги. Он появляется где-то аж в конце, его Бэтмен находит. На протяжении всей книги он, как, типа, Джон Крамер в фильме «Пила» ставит, типа, всем ловушки, всех уничтожает, убивает этими ловушками. И люди, как правило, из них не могут выбраться. Это так. И Бэтмен всех спасает, потом уже находит этого загадочника непосредственно самого. Вот. И вроде как законченная уже история «Земля-1» про Супермена тоже довольно прикольно. От Джозефа Майкла Строжински. Это довольно такой известный тоже автор. И я читал, что он, походу, что-то там перенес, то ли инсульт, то ли что. Не знаю, пишет он сейчас или не пишет, но эту серию он явно писать больше не будет. И, скорее всего, что она законченная. То есть, вот такие три книги довольно тоже прикольные. Супермен такой, типа, молодой, в капюшончике, типа, такой, знаешь, весь такой злобный вроде как персонаж, такой отшельник, изгой. Вот. Но потом в итоге он одевает свой красно-синий костюм с красно-синими труселями и становится узнаваемым современной молодежью сразу. Тупо сразу. И тут он сражается с генералом Зодом, который в этой вселенной, генерал Зод, вот он, виновен в разрушении Криптона. Тут он пытается настроить правительство против Супермена, и тут будет в конце ему Супермен, естественно, дает просраться хорошенько. И вот, как бы, заканчивается вся эта история. Тут прикольно то, что он еще не с Лоис здесь мутит. Тут Лоис, он вообще, там, пара слов с ней, как бы, обмолвился, и ничего такого у них там не было, никакого перепихона. Тут он мутит со своей соседкой, он там, типа, снимает хату, у него там есть соседка, такая вся сисястая, красивая баба. И он объясняется, что она подрабатывает проституткой, потому что ей, типа, не за что платить учебу, типа, оплачивать учебу, и, в итоге... Довольно неожиданный был поворот, если честно, для меня, потому что, ну, ничего себе. Но прикольно, тоже, как бы, неплохо. Дальше у меня идет вот это вот все, что здесь, это все связано с Человеком-пауком. То есть это все Человек-паук. Тут у меня идет сначала Ultimate Вселенная. Ultimate Вселенная это то, что я показывал в... тех... в Синглах. То, что я собирал еще в 2001 году. Это вот получается в каждом таком вот томе. Тут 7 выпусков или 8. Тут тоже, как бы, 7 или 8. Это Ultimate Spider-Man. А дальше идут что-то потолще. Что-то, вот, как бы, Зодиаки решили сделать потолще. От издательства Зодиак именно комиксы. Тут вот такая вот толщина. Вот. И тут номеров, аж, если вот почитать, вот здесь вот оглавление. Вот раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, девять, девять, девять. Четырнадцать номеров аж прямо вот в одной книге такой. Это порисовка. Это от Марка Багли. Марк Багли тоже известный художник. Наверное, у меня он на третьем месте после Джима Ли и Ивана Рейса. Марк Багли, он известен тем, что он почти всю эту Ultimate Вселенную, Ultimate Серию про Spider-Man он рисовал тут сам один. Вот такой вот рисунок довольно неплохой. Тут Spider-Man еще школьник. И тут в основном все его школьные годы описываются. Он учится с Мэри Джейн. Уже там с ней начинает мутить потом в итоге. Вот, потом такая вот ее книжка четвертая. Тут про Венома. Тут не только, кстати, про Венома, тут половина другой сюжет. Вот, а половина про Венома. Веном тут нарисован просто четко. Марк Багли прям его умеет рисовать. Покажу, где такие прям вообще рисунки. Вот, например. Тут всю его прям подноготную так передал классно. Тут и самое прикольное, что в этой вселенной Веном это лекарство от рака. Это не симбиот инопланетный. Это Питер Паркер узнает, что его отец и отец Эдди Брока, который вследствие стал носителем симбиота, они работали как-то над секретным проектом, над лекарством от рака. Вот, сделали этого Венома. Такого вот. Что-то там у них пошло не так. И в итоге Веном стал живым созданием, симбиотом, который завладел Эдди Броком. В итоге Питер Паркер с ним сражался. Здесь вот такая вот подача истории про Венома от Ultimate Вселенной. Ну и в том вот такой вот комикс есть. Пятая часть там про то, как Паук встречался с Людьми Икс. Тоже с Ultimate Вселенной. То, которое я показывал в синглах. И Черная кошка. Там сюжет про Черную кошку. Тоже довольно интересно. И такое же толстое издание. Дальше пока они прекратили выпускать шестой том и так далее. Они его выпустят чуть попозже. А решили проскочить аж наперед. И выпустили современного тоже Человека-паука от Ultimate Вселенной. Сага о клонах. Там как этого паука было очень много. История про клонов. Это наверное одна из самых таких прям... Я бы сказал переломных моментов вообще в истории про паука. В нашей классической вселенной. И тут своеобразная интерпретация в Ultimate Вселенной. История про клонов. Тут тоже довольно прикольно. Ее стоит почитать. В этой истории тетя Мэй наконец-то узнала, что Питер Паркер это Человек-паук. Ее там инфаркт хватил немножко. Карнаж появился. Немного тоже было Венома. Такого прям неизвестно, что это за масло какая-то. Прикольно нарисовано. История про клонов. Которая аж должна быть где-то через две или три такие вот книги. То есть они почему-то забежали наперед. И они после истории клонов опять-таки забежали наперед и выпустили смерть Человека-паука. То есть в Ultimate Вселенной Питер Паркер погиб в итоге потом. Вот он погиб. Получается, когда Зеленый Гоблин сбежал опять-таки в очередной раз из тюрьмы. А Зеленый Гоблин тут довольно прикольно нарисован. Необычно. Он тут не летает на глайдере. Не носит такой балахончик. Не бросается бомбами разными. Он такой вот монстрила. Похож чем-то на эту, как его, мерзость или тварь из Халка. Это один из главных врагов Халка. И вот он чем-то похож тут получается. Он тут такой, типа, большой мускулистый и бросается фаерболами. Такой вот Зеленый Гоблин. И он, получается, Паук победил всех, кого Гоблин на него направил. Ему там помогали кореша, друзья. Там у него человек фапил. Был друг из четверки. А потом в итоге срывался с Гоблином. И, увы, не смог победить. Но как бы он Гоблина вроде как тоже одолел в итоге. Но и сам погиб от того, что потерял слишком много крови, сил и так далее. Вот такой вот последний рисунок. Типа Мэйзи Джейн. Это человек-лед. И, по-моему, из этих людей Икс, если я не ошибаюсь. Над Питером Паркером. И Гоблин тоже как бы повержен. Но вроде как немножко улыбается, что, типа, убил таки наконец-то своего главного врага. Как-то так. А дальше уже идет про паучка, как бы нашей оригинальной вселенной. Это люди-пауки. То есть после смерти Человека-паука в Ultimate Вселенной его место занял Майлз Моралес. Это был такой негритос. Довольно прикольный чувачок. Еще, походу, младше даже, чем Питер Паркер. Он, типа, стал таким вот пауком. И, получается, стал пауком Ultimate Вселенной потом. И, получается, вышло так, что Мистерио из нашей вселенной, из оригинальной, сделал какой-то там портал, когда взрослый уже Питер Паркер из оригинальной вселенной случайно попал через этот портал в Ultimate Вселенную. И познакомился там с этим Майлзом Моралесом. Узнал, что он, Питер Паркер, там уже погиб. И, как бы, что там происходило, как у них все пересекалось. Можно здесь читать. Дальше. Человек-паук. Планета симбиотов. Тут про Венома, в основном. Такое довольно прикольное, но рисовка староватая немножко. Я чисто как фанат Венома взял. Интересный номер. Дальше. Удивительный Человек-паук. Новые способы умереть. Какая-то книга тут про то, как Гарри Осборн что-то там стал антивеномом. Тоже такое, типа, создание на Венома похожее. Дальше. Удивительный Человек-паук. Гражданская война. Это когда Железный Человек воевал с Капитаном Америка из-за того, что они там, типа, не поделили про то, что был акт о регистрации супергероев и чтобы, типа, не все были под надзором у правительства. Железный Человек, типа, был за этот акт. Капитан Америка был, естественно, против. И они на этой почве посрались, крупные. То, как это все повлияло на паука, рассказывается здесь. Человек-паук другой. Такой довольно интересный комикс от... Блин, я не помню, кто написал его. Сейчас скажу. А! А... Опять-таки, Джозеф Майкл Строжинский. Тот, который писал Супермена, о котором я говорил, что он инсульт, тем что-то получил. Тоже, как бы, он давно уже этот комикс писал, естественно, его только сейчас вот перевели и издательство его... Камильфо, издательство, наверное, называется. Одно из самых крупных издательств вообще комиксов. У нас сейчас на русском языке Камильфо. Но в основном издает Марву. Так вот, Камильфо этот комикс наконец-то выпустило. О том, как Питер Паркер чем-то заболел, получается, у него были последствия этого паучьего укуса, и ему там что-то оставалось жить уже там то ли месяц, то ли что. Врачи не могли понять, что такое. Его там все лечили, никто ему не помогал. Он и в Ваканду ходил к Черной Пантере, и к Четверке обращался, и к кому только не обращался. И никто не мог ему помочь. В итоге за ним еще пришел его главный, один из главных врагов Морлон. Такой типа энерговампир. Он живет в другом измерении. Типа он и его семейство, они существуют только благодаря тому, что они пожирают паучьи силы пауков с разных вселенных. А вселенных очень много. То есть там этих Питеров-Паркеров тупо дохуя, и Морлон и его это все семейство, оно на них охотится и пожирает их силы. И Морлон пришел как раз таки в последние часы Паркера, чтобы его типа убить. И он его убил в итоге, но там Паркер переродился в коконе и стал другим человеком. Получается об этом все подробно рассказывается, потому он и называется другой. То есть он там выжил, но не все так просто, как казалось на первый взгляд. То есть тут будут последствия того, что он выжил. Вот. Дальше вот эта вся серия, которая идет, это идет все по порядку. Вот так вот. Одно за одним. То есть это вот, это 700-ый, один из последних таких выпусков именно старой серии «Удивительный человек-паук» «Amazing Spider-Man». О том, как получается, Ото Октавиус уже был при смерти, такой весь иссохший чувак. Его уже много раз паук побеждал и сбил. И он из-за этого всего потерял много силы и уже как бы был на смертном адре. В итоге вот Октавиус нашел, как переселить себя в тело Питера Паркера. То есть он переселил в себя, свой разум в тело Питера Паркера, а Питера Паркера переселил, естественно, в разум Октавиуса. То есть Октавиус умер, его тело вместе с Питером Паркером внутри, вместе с сознанием Паркера умерло, а Октавиус стал жить в теле Питера Паркера, как Человек-паук. Такой вот Октавиус уже типа весь покоцанный. Вот. И он в итоге как бы стал Человеком-пауком, а Человек-паук погиб. Настоящий. И дальше идет выпуск, по-моему, из шести серий. Если я не ошибаюсь. Называется он Совершенный Человек-паук. То есть Октавиус назвал себя Совершенным Человеком-пауком. Вот такой вот раз. Называется сам себе враг. Два проблемы с головой. Ну, Октавиуса, как известно, постоянно были проблемы с головой. Выхода нет. Необходимое зло. Выпуск Совершенный Веном. Будет Веном. И нация Гоблина. В итоге там оказался главный враг всей серии Силеный Гоблин, само собой. Октавиус с ним сражался и победил. А Питер Паркер потихоньку начал возвращать себе свое сознание. То есть он не до конца погиб, и он жил в сознании Октавиуса. И о ним с сознанием даже показывалось, как они, типа, ментально сражаются за тело Паркера. То есть Октавиус давал пиздолей Паркеру, Паркер давал пиздолей Октавиусу. И в итоге он таки в конце возвращает себе свое тело, контроль над своим телом, Октавиус исчезает. Вот. И дальше начинается такая обновленная серия Удивительного Человека-паука, состоящая из этих вот трех выпусков. То есть вот такой вот адаптера Дэна Слота, потом Паучьи миры и Ночная смена. Как-то так. А Паучьи миры получается еще есть у меня большой-большой Омнибус. Омнибус это огромная такая книга в твердой обложке. Вот здесь такая сечет пониже. Вот это вот она, Паучьи миры. Такая большая книжка, вот оцените ее толщину. Это как раз таки про то, ее получается следует считать так. Читаешь сперва этого Паука, потом вот это вот вступление так бы пролог так сказать к Паучьим мирам, потом читаешь сами Паучьи миры и читаешь потом вот этот последний. Паучьи миры это про то, как Морнон, опять-таки Морнон, на котором мы говорили, что он пожирает пауков, собрал все свое семейство и стал открывать полномасштабную тупо охоту на всех пауков всех измерений. И эти все пауки всех измерений они объединились друг с другом, чтобы уничтожить разом навсегда Морнона и его семейство. Вот. И они тут масштабную прям войну. Сейчас даже покажу вам Морнона. Тут разные художники рисовали просто от вот таких вот ну такой более, знаешь, примитивный рисунок мультяшный. Заканчивая вот вот такие вот были художники и заканчивая вот таким вот более-менее классным рисунком. Ну тут пауки прям со всех вселенных собрались причем там были такие пауки как мартышка паук свинь паук там столько всего прикольного они типа все объединились против этих только что-то я не могу Морнона никак найти ну вот себя наследники огромная семья которая типа энерговампиры охотится на пауку дальше получается идут вот такие вот кодексы про паука и они продолжают вот эту вот серию такие четыре выпуска тоже удивительный человек паук тут уже у Питера Паркера как бы своя компания вот он расстался пока что с Мэри Джейн не знаю надолго они расстались или нет тут у Питера Паркера своя корпорация Parker Industries из ПИ как-то так он там выпускает кучу разных гаджетов вот из там прям передовых программ у него там много патентов на разные новое изобретение вот и такие вот четыре пока что номера издали опять-таки от Дэна Слота издательство Камильфо занимается этой серией и тут же после этих четырех выпусков опять-таки следует один Омнибус довольно прикольный тут на протяжении всех этих четырех выпусков иногда время от времени появляется чувак по кличке Шакал Шакал это один из врагов Паука и он появляется этот Шакал но получается Шакал это был такой профессор Майлз Уоррен который создавал колоннов Паука и Паук думает Питер Паркер думает что Шакал это Майлз Уоррен потом оказывается что это не Майлз Уоррен а какой-то другой совершенно чувак и кто он такой рассказывается в этом большом омнибусе который называется заговор клонов то есть Шакал опять-таки создает клонов но на этот раз он воскрешает не пауков там разных получается как не воскрешает а не разводит пауков вот а воскрешает тех кого Питер Паркер потерял там за всю свою жизнь дядю Бену воскрешает там эту Гвен Стейси которую убил когда тут все равно гоблина вот этот Шакал ну потом оказывается вот этот Шакал оказывается что это один из клонов Питера Паркера как-то так и что потом из этого всего получилось можно в этом омнибусе прочитать тут Ирина будет из суперзлодеев и ящер довольно-таки прикольный выпуск и тут вот так Тавиус начинает опять-таки брать под контроль получается тело Питера Паркера потом он переселяется в робота и в итоге этот Октавиус разрешает себе свое собственное тело воскрешается и снова живой как-то так довольно прикольный умникус еще у него такая немножко шершавая матовая обложка крутой и последний комикс о пауке Питер Паркер поразительный человек-паук тоже довольно интересно и тут наконец-то в этом номере Джона Джеймсон который редактор Daily Bugle думаю что многие фанаты паука его знают он наконец-то узнал что Питер Паркер это человек-паук и что из этого получилось он узнается дальше дальше наверное на этой полке стоят 19 томов ходячих мертвецов такие вот они то есть это комикс который положил в основу сериал который сейчас вот идет от Роберта Киркмана художника Чарли Адларда то есть комикс он сам по себе атмосферный крутой прям вообще ты читаешь и выживаешь вместе с главными героями но он знаменит тем что он такой черно-белый такого плана это вот Рик Граймс тут как раз таки война с Ниганом Ниган со своей битой Люсиль ну и в общем знаменит комикс еще так же тем что тут нецензурная лексика то есть Ниган тут матюкается вообще просто часто ну вот например вот не стрелять никому блять не дергать ебаные спусковые крючки короче довольно прикольно написано нарисовано и таких комиксов уже 30 штук и пока что это опять-таки издает если я не ошибаюсь это не камильфу а вообще да его издает камильфу просто что тут почему-то написано имейдж комикс но это издательство тоже камильфу занимается этими ходячими и на данный момент оно догнало получается оригинал то есть русские все вот эти вот переведенные комиксы 30 штук это уже в один в один как бы сейчас в оригинале вышло столько и в русском переводе тоже и теперь они будут выходить значительно типа реже из-за того что в оригинале они выходят раз в месяц дальше у меня здесь вот такие уже тоже как бы большие книги в твердых переплете я сюда планирую ставить в основном омнибус и такие большие толстые как я уже говорил вот еще добавил немножко себе сорвиголовы в эту коллекцию омнибус по сорвиголове я его сейчас почитаю закладка еще не дочитал больше половины пока что такая мрачная довольно рисовка и немножко такая знаешь отдает 90-ми как по мне но она интересная тут довольно прикольный сюжет типа что Уилса нафиска это кто знает главный враг сорвиголовы ну он и в человеке пауке часто светил за такой толстый мужик лысый глава мафии Нью-Йорка его типа серьезно ранили против него типа подняли восстание вот и как бы сорвиголова расследует все это дело как-то так то есть прикольно там есть такой вот комикс тоже в толстой москве от издательства книжный клуб фантастика про нелюдей нелюдей тоже недавно был сериал но он что-то как-то не зашел и его закрыли вот это вот те самые нелюди вот это собака их не мог джо которая постоянно телепортирует героев там черный гром его жена медуза типа и все их семейство тоже прикольно потом такие вот три номера про капитана Америка взаимосвязанные кстати говоря другой мститель типа точнее первый мститель другая война книга первая потом книга вторая и мститель капитан Америка красная угроза полное издание тут чем оно знаменито тем что это ран Эда Брубейкера и он впервые это один из тех людей который смело очень писал про этого капитана Америка и воскресил в этих выпусках Баки Барнса одного из его типа лучших друзей который погиб еще на войне на второй мировой то есть он воскрешает этого Баки Барнса и делает его зимним солдатом и именно вот эта вот история про зимнего солдата вошла в получается в основу того что по ней в итоге сделали в фильм про капитана Америка зимний солдат на это все повлияли именно вот эти вот комиксы про него Эда Брубейкера вот потом темные мстители это про то как получается Норман Осборн ему дали правление дали управление точнее защитой я что-то уже начинаю заговариваться потому что уже долго обзор ведется у меня большая коллекция надо было снимать наверное раньше когда она еще была поменьше не так много пиздела то уже язык начинает заплетаться короче так вот по сюжету короче в этом комиксе Тони Старка который управлял мстителями его что-то там короче посчитали типа то ли злодеем то ли что и его как бы от это отстранили от командования на его место поставили Нормана Осборна который вроде как перевоспитался уже стал типа более менее образцовым гражданином который подавил в себе зеленого гоблина его поставили вот управлять управлять типа мстителями естественно Осборн не доверял уже этим мстителям капитана Америка там Тору и всем остальным он собрал своих и вот то как он собрал свою команду и то как эти мстители типа пытались помогать людям рассказано здесь и в итоге чем это все закончилось тем что Нормана Осборна потом в итоге арестовали наши Нормальные Мстители вот и он иногда иногда конечно у него пробуждался гоблин но это было не часто то есть он как бы тут вроде как делает типа хорошие дела но в итоге он тут не гнушается убийствами и всем остальным то есть он такой типа как был с шестокой скотиной так и остался вот Осборна тут прикольная рисовка он очень сильно напоминает актера Томми Ли Джонса если посмотреть на его лицо здесь вот и не только здесь сейчас я еще поищу но его так рисуют здесь прикольно а рисунок это походу Майкла Диодата тоже довольно крутой художник и вот у него почему-то Осборн мне прям до жути напоминает Томми Ли Джонса реально рисунок прям четкий тут он Веном подкармливает а Веном тут этот Скорпион Макгарган потому он такой здоровый он типа переодевает разных типа людей которых там арестовали эти темные мстители переодевает их в Человека-паука и бросает в камеру к Веному чтоб тут его жрал как то так вот смотри реально очень похоже на Томми Ли Джонса актера этого прям у него такая интересная рисовка здесь короче Осборн такой Осборн но классно я его уже до конца дочитал прям вот это вот прям шикарный такой том про этих темных мстителей вот это с чего я начинал собирать вообще всю эту коллекцию с Мортал Комбат Икс потому что начали выпускать комиксы по МКХ я же думаю куплю купил тоже выпускали ее азбука те же ребята которые вот этого Бэтмена выпускают там Лигу и все остальное и потом я же уже из-за этого я узнал что они же выпускают еще было интересно думаю что же они еще выпускают потом уже узнал про Бэтмена и так далее пошел пошло поехало тут такая прикольная рисовка это получается надо читать это сюжет до игры МКХ получается то что было перед событиями которые описаны в игре и Джеки Брикс и Мелина Эрмак довольно прикольный сюжет Саб-Зиро прикольная была нарисована битва Скорпиона и Саб-Зиро кстати здесь вот даже открыл сейчас так четко довольно интересные вот рисунки Соня Диора ну короче вот такая была серия комиксов про МКХ я не знаю почему сейчас не рисуют комиксы про МК11 потому что скоро уже как бы игра выходит видимо забили наверное но вот эта вот серия довольно интересно стоит того чтобы прочитать и поставить себе на полку уже вся коллекция собрана по Нью-52 по отряду самоубийц ой ТМКХ что-то я вытащил отряд самоубийц вот такой вот пинок в зубы книга первая потом вторая восход Василиска третья смерть удел слабаков четвертая надзирать и наказывать пятая последняя это замурованные замурованные короче тут про отряд самоубийц кто знает все знают был фильм такой о том как команда Уоллер собрала такая негритоска это кстати не Аманда Уоллер это так показал просто это Харли Квин естественно видно Аманда Уоллер типа негритоска там одна такая есть собрала команду суперзлодеев как вот очень напоминает мне вот это вот избранная его типа команду собрала команду суперзлодеев типа и ладно потом поставлю послала их на всякие типа миссии вживила им типа в затылок там какой-то чип который типа их взорвет если они там решат ее подставить или пойти против или сбежать и так далее тут Харли довольно прикольная нарисована кстати уже походу с кем-то то ли потрахалась то ли еще шорты надевает Харли Квинн потом если я не ошибаюсь тут входит Дэдшот король акула вот и там всякие еще суперзлодеи которые время от времени менялись но постоянные составы это Харли Квинн Дэдшот король акула который постоянно хотел кого-то созрать он меня реально очень напоминает Венома то есть Веном всех постоянно жрал и король акула тоже не брезгует вместе со штанами тупо съесть вот он кстати акула такой молот а остальные герои они время ну как герои герои злодеи они время от времени появляются и их то убивают то они потом там новых набирают и так далее но постоянные составы это вот эти вот Харли Квинн акула и Дэдшот потом там были и Капитан Бумеранг и где тот самый Эль Диабло вроде как или как там его называют чувака который огнем постоянно стреляет и у него татухи на теле еще сгорают из-за этого это то что я говорил у меня Бэтмен еще один стоит книга 6 Энд Шпиль тут про то как Джокер разыграл свою последнюю карту решил естественно опять таки уничтожить Бэтмена у них там случился последний бой и вроде как Бэтмен вроде как погиб что будет дальше это уже узнаем в следующей книге я пока что ее не покупал он альфред тут кстати джокер в этом комиксе типа альфреду отсек руку дворецкого Брюса Уэйна дальше вот такие два тома про зеленого фонаря это зеленый фонарь типа от Джеффа Джонса снова таки и художника Ивана Рейса которого я обожаю это его происхождение так оно и называется тайное происхождение то как летчик Хелл Джордан стал зеленым фонарем тут все типа от начала до конца описывается Иван Рейс естественно классно рисует все дело тут и все это можно почитать и он классно рисует и самолеты все эти и истребители сколько истребителей таких хочется сказать ну короче классный комикс а это дальше зеленый фонарь Возрождение как бы продолжение этого но через несколько историй почему то я сразу как бы открыл я не почувствовал что это продолжение тут как бы какое то событие уже случилось до этого комикса и оно уже после этого события потом показывается тут оказывается что зеленым фонарем было еще трое людей кроме Хелла Джордана был негр не помню как его там звали был еще там один и еще один короче тут все объединились против общей как бы угрозы уже довольно прикольный рисунок вот на этом эта полка тоже все дальше еще я пока готовлю себе еще полку чтобы на нее ставить такие вот коллекции звездных войн то есть я сам не ожидал честно говоря что буду такое собирать я бы никогда в жизни не сказал что я буду собирать звездные войны вот недавно начал от издательства Де Агустино выходит такая вот коллекция почему она меня заинтересовала потому что тут от эры джедаев типа еще когда были джедаи когда их было дофига их еще империя не начинала истреблять тут от того как еще Дарт Вейдер был еще Энакином Скайокером типа юным пацаном с Оби Ваном они тут постоянно переживали разные приключения вот от этих времен до того как пала вот эта вот вся типа республика как империя типа начала свое типа проявление как Палпатин пришел к власти типа как Вейдер стал Вейдером типа ну в общем все так вот и до коллекция как тут показывается в конце она большая довольно я ее всю собирать не хочу потому что вот классику например я пропустил классика 12 номеров я в общем думаю собирать с войны клоном начиная там дальше уже будет неизбежно война это получается в одном томе будет сюжет первых двух фильмов первых двух эпизодов звездных войн это скрытая угроза и атака клонов дальше империя уже про Вейдера непосредственно там я не знаю буду ли я собирать это все дальше потому что там что-то как бы рассказы там сказания джедая какие-то не знаю восход ситхов Боба Фетт я не знаю какой там будет рисунок то есть вот это вот войну клонов неизбежная война империя я сто пудов соберу а дальше уже буду смотреть обзоры на ютубе решать надо оно мне или не надо мне но как бы пока что я заинтересован только собрать от войны клонов там где еще Вейдер не был Вейдером и потом как бы собрать уже про Вейдера непосредственно про его начало восхождения как бы середину его похождений и уже непосредственно смерть если конечно это опишут здесь но скорее всего опишут там будем думать а это то что я прям в детстве любил я подумал что должно просто должно быть в коллекции вот у меня собственно черепашки ниндзя подростки мутанты черепашки ниндзя от Кевина Истмана художника Тома Валтса но в основном тут не только Том Валтс рисовал а еще разные художники но Кевин Истман это автор это оригинальный создатель черепашек вот и собственно он немножко перезапустил серию то есть это не те черепашки которые были в 80-х 90-х годах это перезапущенная вселенная от IDW комикс и Камильфо опять-таки которое известное издательство которое и Хаячих выпускает и Марвелы оно и черепашек тоже выпускало вот такой вот у нас комикс первый тут как они ими стали тут помимо уже хорошо известных героев добавляются еще мало известные то есть новые тут Кейси Джонс вот Сплинтер тут естественно Эприл есть походу у Нил тут тут она еще вроде как не репортер она тут работала в лаборатории там где делали этот мутаген и тут добавился очень такой довольно харизматичный герой вот такой типа чувак одноглазый кот только я не помню как его звали честно говоря а старый бес его звали он тоже поддался воздействию этого мутагена вместе с черепахами только он стал типа злым он жил в канализации пытался их еще съесть вот а потом как бы под сывороткой мутагена он типа вырос и стал типа типа это вожаком одной преступной бандитской группировки дальше вот такая вот коллекция пошло дальше старые враги новые враги типа тут про Шреддера уже начинается походу тоже вот Шреддер тени прошлого потом черепашки ниндзя герои тут про каждого главного героя отдельный комикс то есть тут про Леонарда Рафаэля Микеланджело Донателло про Эйприл комикс будет про старого ой не старого писать это сплинтера и Кейси Джонса Фуджи Тори да это тоже там один робот который противостоял Кренгу тут будет и Кренг в итоге потом дальше потом Горехи отцов тоже по сюжету идет выпуск война Кренга это про Кренга естественно про войну с Нитрином когда он пытался захватить планету Нитрином Нитрином тоже они были в старых комиксах старых мультиков типа мирное население Кренг пытался его поработить дальше тайная история клана Фуд это о том как Шреддер типа Орогусаки воскрес типа в нашем времени он же типа там как бы жил давным-давно и Сплинтер еще когда был человеком он с ним типа сражался потом Сплинтер как бы переродился в крысу вот в теле крысы воскрес получается а Шреддер типа тоже как бы возродился и тут описывается то как он возродился и что за этим всем стоит какие силы типа темные дальше Черепашки-ниндзя Парший город это тоже как бы продолжение это большая такая толстая довольно книга тут как бы большое событие о том как Шреддер напал на этот город своими типа ниндзями и черепахи там очень было большое сражение тут впервые в этой истории появляется Биба Пирог кстати и нарисованы они здесь просто классно просто вообще шикарно нарисованы даже наверное я не поленюсь открою и покажу кстати я упаковываю если видите комиксы вот в тонкой обложке упаковываю в такие вот пакеты оно как бы больше сохранности тогда добавляет и как бы комикс не портится его можно долго хранить и даже сохраняет свой классный запах а я этот запах просто вот типографии такой чистой свежей бумаги красок обожаю и Биба Пирог кстати где-то тут были надо поискать вот собственно на Рафаэля уже душат этот Кувалда все расхерачивает типа рисунок просто четкий прям шикарный здесь вот довольно интересно Шредеру таким он показан вот он пытался Леонардо привлечь на свою сторону стер что-то ему память запудрил голову Леонардо носил такую черную повязку время от времени работал на Шредера потом он как бы черепахи его снова поставили на путь истинный и Сплинтер в итоге дал пизды Шредеру это уже другая история дальше у нас идут как у нас было вот тут были вот эти герои черепашки ниндзя про героев так уж естественно про злодеев то есть тут описывается Шредер Rocksteady Bebop описывается блин как же ж ее звали не помню такая типа белая лисица она сначала работала на клан Фуд на Шредера а потом она перешла на сторону черепахи влюбилась еще в Рафаэля роман прям был сначала они они сначала друг друга тупо ненавидели постоянно дрались там сражались потом любовь морковь все дела Кренг Бакстер Стокман тут такой негр Карай это по моему внучка Шредера отец Кейси Джонса злой чувак не помню а тут же все даже написаны смотри Хан его звали Хан Кот Старый Бес а лисицу Алапекс звали и вот тоже тут по одному как бы комиксу в этой коллекции про каждого из этих вот героев там какая-то отдельная история кем они были до ну или там какое-нибудь важное событие из их жизни это о том как черепашки время от времени гостили по моему у семьи Кейси Джонса в Нордгемптоне Нордгемптон такой типа городок пригород типа скажем так и Шредер там он наслал на них такую свою птицу довольно интересную какую-то там то ли ястрева то ли сокола тоже типа он создал ее после Бипопа и Рокстеди и он типа наслал ее на черепах типа как-то так дальше идет монстры отбросы безумцы закрыты ну как-то так вроде тут появляется тоже известная довольно черепаха слэш или как-то так вроде его звали вот и тоже сначала он такой типа тупой тупоголовый пытается всем навалять а потом в итоге он стал корешиться с черепашками тут новый мир мутантов это как Крэнг пытался свой технодром типа намутить там что-то короче тоже такое что-то я уже даже не помню что здесь за сюжет был я давно это читал вот появились что такие новые мутанты типа как вот такая ящерица она постоянно на скейте каталась тоже интересно это атака на технодром то есть черепахам надоело что этот технодром существует они решили положить конец правлению Крэнга тут они с ним сразились вот и последняя пока книга на этом в этой коллекции Отмщение про то как уже Сплинтер и Фреддер уже они просто дошли до пика в итоге это все выливается в кульминацию этого сражения тоже толстая книга и в конце в итоге шредер погибает здесь уже как бы дальше Камильфо сказали что мы не будем походу выпускать эту серию потому что мало кто разбирает и там еще много как бы комикса ведет дальше после этого сражения но этот пока не объявили финальным это было где-то год назад и на нее вот эту вот книгу выпустили и тут через год спустя они говорят что таким мы подписали контракт и будем выпускать типа дальше там уже будет без шредера вот но там будет тоже что-то интересное и как бы последняя осталась полка вот такая вот последняя полка тут в основном комиксы Марвел даже наверное не в основном а походу все тут марвеловские есть комиксы тут типа не Человек-паук а остальные типа герои тут довольно много Гражданская война это основное это сражение гражданской войны Капитана Америки и Железного Человека вот там как я показывал про Человека-паука там была типа как бы гражданская война типа как повлияла на него а тут уже типа как бы главная это сама история потом День М купил довольно недавно еще не читал даже у меня пока стоит запакованный День М получается это про Алую Ведьму Дочь Магнета когда она там что-то сказала типа никаких мутантов больше и типа что-то там мутанты стали исчезать она там прям очень захерила все Люди Икс против Мстителей тоже довольно прикольная книжка довольно толстая тут о том как типа сила Феникса которая когда-то убила Джину Грей завладела Джиной Грей ее типа убила она снова типа возвращается на землю и вселяется в нескольких героев тут в итоге Циклоп становится злым под воздействием этой силы Феникса и его пытаются остановить как бы что из этого получилось здесь можно прочитать дальше такая книга Бесконечность про войну с Таносом это я ее купил как раз еще перед выходом первой части Мстителя и то Войны Бесконечности Танос довольно прикольно нарисован да и вообще тут рисунки просто крутые тут вся его команда Таноса вот он кстати сам Танос нужно здесь его посмотреть вон его морда фиолетовая аж просит просто кирпича ну тут прям не только про Танос а тут еще разные другие враги но комикс довольно большой я его читал наверное неделю может даже чуть больше с перерывами там комикс Люди Икс Битва Атома так чашка его придерживать это все первородный грех это про то как типа на луне живет чувак такой типа как бы смотритель или наблюдатель не помню как его звали и его кто-то убил а он типа как бы когда он получается этот наблюдатель там типа то ли поддерживает какое-то равновесие то ли что-то там короче он делает он наблюдает за всеми героями марлендскими и если получается его секреты узнать то можно узнать про всех всего типа он со всеми типа следит как бог но типа все секреты знают и кто-то его убил и покитил его глаза а в этих глазах типа информация про всех героев и тут типа расследовали о том кто его убил и вообще что там вообще происходит почему развязка довольно нежная думаю здесь дальше вот идет такая вот коллекция Стражей Галактики это автора Абнета и художника Ленинга вот такие два тома это уже законченная серия именно вот эта серия в свое время положила начало именно фильмам про Стражей дала как бы вдохновение снять Громовержцы это история тоже про Нормана Осборна когда он еще не собрал своих темных мстителей он изначально командовал командой Громовержцев то есть а потом кого-то из Громовержцев он забрал в эти темные мстители тут тоже художник тот же самый Майкл Диодата который специфически рисует Осборна похожим на почему-то этого Томми Ли Джонса тот же самый рисунок и как бы мне книжка тоже зашла прям жёстко дальше тут Эра Альтрона такие два номера про Эру Альтрона естественно Тор два номера про Тора о том как типа это сюжет после Тора Рагнарёк не фильмового Тора Рагнарёк а именно комиксов там что-то Асгард был разрушен и Тор его пытался восстановить дальше идут Стражи Галактики Космические Мстители это вот эта вот серия и вот такие вот еще Стражи Галактики Ангела продолжение эта серия продолжает по ходу вот эту Абната то есть она с ним никак не связана это типа как бы перезапуск потом идут четыре номера Людей Икс четыре номера Людей Икс получается про то как молодые Циклоп Джина Грей Зверь Ангел и по-моему кто-то еще и все по-моему они это еще и Бобби Дрейк который человек лед они типа перенеслись в наше время где эти уже все старые типа Людей Икс взрослые Джина Грейни нету в живых уже в нашем времени типа не перенеслись и пытались там изменить какие-то события чтоб типа все было не так печально как в будущем эти вот четыре такие номера они еще будут продолжаться насчет давно уже издательства не выпускала ничего пока не знаю есть еще невероятные Людей Икс это тоже как бы пересечение с вот этими вот новыми тут в основном про команду Циклопа который после событий событий Мстителя против Людей Икс где он там был злым и потом исцелили в итоге но он типа откололся и создал новую свою команду вместе с Магнета вот и тут про их команду получается дальше Стражи Галактики судно Джины Грей это получается пересечение идет Стражи Галактики и Новых Людей Икс здесь и дальше Стражи Галактики пока последнее что вышло в рассыпную тут к ним присоединяется еще Агент Веном который Флэш Томпсон дальше то что я прям тоже люблю и горжусь в этой серии это Мстители такие вот Мстители их тут всего пять номеров и по-моему между третьим и четвертым надо читать это вот Бесконечность с Таносом вот это вот да Бесконечность Пролог называется третья книга дальше уже идут вот тут такие истории это законченная серия и после этой серии закончена будет какой-то масштабная большая книжка вот я пока еще не видел ее анонса наверное она будет летом дальше Новые Мстители это тоже как и Люди Икс и вот эти вот Новые Люди Икс и Невероятные Люикс это как бы пересечение тут параллельно тут Новые Мстители как бы всего три книги такие вот тоже как бы законченная серия и тоже после них будет что-то большое что будет пересекаться с вот этими Мстителями пока неизвестно что дальше вот это все про Тони Старка Железный Человек такой вот Экстремис Железный Человек называется потом идет такой вот Верь называется дальше тут две части получается Тайное происхождение Тони Старка первая и вторая книга то есть тут про то как он стал Железным Человеком и все такое и пытался узнать тайну своего отца дальше Старк Вордс не подожди Железная Метрополия о том как Железный Человек пытался построить свой типа собственный город город утопии где типа все будут якобы жить там счастливо и все такое но в итоге там он свои цели преследовал это как известно Тони Старка у него постоянно свои цели как обогатиться и так далее и Кольца Мандарина последняя часть вот этой вот истории про Железного Человека тоже довольно интересно это развязка прикольная будет и вот такой вот отдельный комикс называется Совершенный Железный Человек о том как он создал себе жидкие костюмы из симбиота сплав симбиота и какого-то там жидкого материала и в итоге из-за этого он поехал кукухой и стал там совершать некоторые не очень хорошие поступки как-то концом ко мне тут немножко непонятно то есть вроде как его победили в итоге но что-то там в конце как-то не ясно с ним ничего с этим комиксом такое но в принципе интересно дальше идет про Таноса историю рассказ там как он стал Таносом почему он таким таким стал как он есть типа Карнаж в трех томах честно говоря рисовка так себе но так как я люблю этого персонажа то решил взять законченная серия неплохая вот это вот прикольная рисовка Веном против Карнажа где-то вот приблизительно вот такой рисунок будет на протяжении всего комикса то есть такой довольно симбиоты прям так переплетаются растекаются довольно красиво ну и вот как-то так как бы одна такая вот книжка она как бы законченный сюжет дальше 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 идут люди x92 честно говоря взял его из-за того только что они тут похожи на рисовкой на этих людей x которые когда тоже были был такой тип мультик по джеттиксу вот реально очень похоже рисовкой по-моему только одна такая будет книга такой из-за этого и взял сюжет честно говоря меня не впечатлил но рисовка именно вызвала такую ностальгию поэтому как бы вот решил такого поставить себе на полку и то что я пока взял но не считал по-моему в двух томах только она росомаха начала то есть как росомаха типа еще до людей x жил вот как он сражался с собой зубом почему они типа главные враги с ним это вот в этих двух книгах описывается это еще запакованная даже тупо не вскрывал а это уже переместил пока тут в пакетик думаю на днях почитать ну собственно вот такая вот коллекция долгая конечно время не потратил потому что она уже накопилось ее уже много и я думаю что буду снимать потом как-нибудь еще про каждую книгу отдельно там на две минуты видео будут выходить и где-то через год через полтора наверное как пополню еще себе что-нибудь то покажу что еще нового появилось пока что все надеюсь вам понравился ролик подписывайтесь на канал смотрите летсплей который у меня выходит вот новые обзоры которые будут выходить на комиксы и так далее и тому подобное с вами был Морган всем до новых встреч всем пока